Топик у биеннале задает не приглашенный как раз куратор, а команда биеннале. И вот мы такие смелые всегда берем на себя этот труд и ответственность сформулировать, о чем бы нам хотелось говорить в проекте, создать вот этот вот общий срез смыслов для каждой грядущей биеннале и приглашать кураторов уже вот в определенный манифест, который мы предлагаем, который нам кажется релевантным для сегодняшнего времени, для Екатеринбурга, для региона, для всей России и для мира. То есть мы всегда думаем о четырех рамках, в которых биеннале существует. И именно вот эти рамки, локальные и так далее, и так далее, и глобальные, это вот то, что нас интересовало, когда мы рассуждали об итогах прошлой биеннале, которая создавалась на тему мобилизации. И, собственно, мы собрались где-то полтора года назад и думали о том, что же мы в итоге мобилизовали, как эта мобилизация, во что она превратилась в масштабах тех рамок, о которых я говорю. И, собственно, самой такой логичной, наверное, результатом мобилизации для нас стала культурная революция. Начиная говорить о революции, у нас здесь сошлись все важные даты, столетия Великой Октябрьской социалистической революции, вот этот вот важный момент какого-то перехода. И говоря уже о вот этой вот революционности, нам бы хотелось сделать еще один шаг вперед и думать о том, а что же, собственно, делает революция в итоге. И главный итог любой революции, на наш взгляд, это такая глобальная смена языка во многих очень аспектах. И вот этот вот новый язык, который появляется в результате какого-то революционного процесса, его овладение им, это, собственно, и есть грамотность, грамотность новая. И вот так родилась наша тема, тема, в результате которой появился манифест этой новой грамотности, появилась проблематика, о которой нам хотелось бы говорить. И, собственно, сейчас я буду рада, чтобы мы именно обсудили разные аспекты этой темы, которые проявились совершенно по-разному в основном проекте, в маршрутах арт-резиденции, в исследовательском проекте, и вообще в целом в новом подходе к образовательной программе. Поэтому к каким-то основным постулатам новой грамотности мы еще вернемся, когда будем обсуждать уже наши проекты. И я бы передала сейчас слово Жанну Рибасу, собственно, человеку дальше, сформулировавшему три главных пункта того, что же он подразумевает под новой грамотностью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.